Наш университет в связи с вооруженным конфликтом сейчас переместили из города Донецк в город Покровск. Это небольшой индустриальный город Донецкой области. И у нас родилась идея создать в городе арт-объект. Мы стали думать, боже мой, как же нам это реализовать? Это же все-таки средства. И тут нам на глаза попадается предложение поучаствовать в питчинге проектов. Это то, что нам нужно. Дуже важно развивать перемещенные высшие учебные заклады. Самые выкладчики и студенты этих высших учебных закладов, это те люди, которые, вернувшись на Батьковщину, смогут реинтегровать эти территории в целесную Украину. Когда я сюда ехала, у меня была такая огромная звезда во лбу. У меня идеальный проект. Все отлично, все шикарно. Но вопрос был такой, какая проблема у вашего проекта? Когда ты начинаешь копать, формулировать, ты понимаешь, что проблема гораздо глубже, чем ты ее видел. Дуже важно понимать то, что те, кто делится в ваших проектах, не знают вашего контекста. Я постоянно эти инструменты использую в своем средствии. Не нужно ничего заумного придумать. Нужно только щирость, открытость и доверие один к другому. Само этому учить активных гражданам. Что меня поразило, это вот люди, которые сюда приехали. Люди не то, что с маленьких городов, а с городов, которых столкнулись с войной. Приятно видеть людей, которые вот что-то хотят изменить. Здесь, на ПИЧе, у нас присутствуют представители 15 перемещенных университетов. Сейчас происходит защита финальных проектов, которые наши участники прорабатывали на протяжении трех дней. Я желаю вам хорошего успеха, и я надеюсь, что вы узнаете, кто был наиболее успешным в ПИЧестве, и кто будет поддерживать от нас. Это территория АТО, и близлежащая территория, буквально напичкана различными боеприпасами, не разорвавшимися снарядами. И в зоне особенного риска находятся саме дети. Мы научим детей, как правильно поводить себя в небезопасных ситуациях. Бюджет проекта включает деньги на потребление химических реактивов, обладнания и защитного порядка для проведения экспериментов. Безоплатную правовую допомогу мешканцы нашей Украины могут отримать только в больших местах. За село совсем мова не идет. Мы планируем надание правовой консультации, а также влияние к решению сложных правовых вопросов. Цель нашего проекта – рассказать профилактике и лечение такой болезни, как туберкулезу. Мы хотим, чтобы они начали заботиться о своем здоровье, чтобы они элементарно хотя бы раз в год проходили фотографию. Мы хотим чуть-чуть поменять мышление наших людей, чтобы они больше заботились о себе. Метой проекта – популяризация природичных наук среди школяров, вельничан и детей-переселенцев. Нужно зацикавливать детей. Мы предлагаем проведение 5 экспериментальных, интересных, яскравых, научно-познавательных занятий. И мы вернемся за допомогой прогнозировать нам витратные материалы. И сейчас мы проголошиваем результаты, и сейчас вы узнаете, кто все-таки победитель. Мне очень интересно, что не все из них могут получать эти гранты, получают только наиболее. Но я надеюсь, что те, кто не получает, получают опыт. Одно из самых главных правил фандрайзинга – это еще, еще и еще. То, что вы отправили нескольким партнерам, они не захотели, это не говорит ни о чем. Вы молодцы, просто поверьте в свои силы и двигайте. Все, удачи. Давай, давай фоточку. Давай, отниму тебя там. На каждом человеке есть какая-то маленькая ответственность за всех. Выиграв, я помогу всем 12 тысяч студентов, которые живут в нашем городке и которые меня окружают, и это круто. Ничего ценнее человеческих жизней в этом мире не существует. Только тогда, когда мы начнем действовать вместе и ценить друг друга, мы сможем изменить мир.